Привет! Это подкаст «Базовый блок», это подкаст про блокчейн и Сергей Тихомиров у микрофона. Сегодня такой формат, которого, мне кажется, уже довольно давно у нас не было. Сегодня я сольно, без ведущих и без гостей, буду рассказывать вам про некоторые интересные статьи. Для начала я хочу сказать спасибо большое нашим патронам. На сайте patreon.com.basicblogradio можно подписаться и нас поддержать. Ваша поддержка нам очень помогает делать подкасты лучше, чаще и больше. Ну а основная тема сегодняшнего выпуска – это конференция Financial Cryptography 2020, которая проходит на этой неделе в Малайзии в городе Котакинапалу. Конференция Financial Cryptography интересна тем, что она имеет, хотя довольно уже долгую историю, по-моему, она проводится что-то в районе 20 лет, но на первых годах или даже в первом десятилетии своего существования она была посвящена, ну вот именно тому, что вы видите в названии «Финансовой криптографии и защите данных». И в 90-х и в начале 2000-х это главным образом относилось ко всяким, не знаю, платежным картам, к защите транзакций в банковских приложениях и так далее. Но постепенно, по мере возникновения криптовалют в начале биткоина, а потом эфириума и других, статьи от академиков, ученых, которые начали исследовать эти новые области, они подавали на финансовые, на Financial Cryptography. И эта конференция, мало-помалу, стала смещаться в сторону именно научных работ на тему разнообразных блокчейнов и криптовалют. И сейчас я открыл программу конференции и понял, что она, в общем-то, превратилась уже по факту в главную блокчейн-конференцию научного мира, ну или, по крайней мере, одну из главных. Или, по крайней мере, такую конференцию, которая, в отличие от, скажем, Стэнфордской блокчейн-конференции или вот новой конференции Crypto Economic Systems в MIT, возникла не для блокчейн-исследований специально, а была посвящена какой-то более ранней теме, а потом сместилась в сторону блокчейна. Эта конференция, я за ней слежу, и каждый год там публикуются, мне кажется, очень интересные работы. И в этот раз тоже я открыл сайт конференции, вся программа уже опубликована, все статьи вывешены, можно посмотреть программу, и я сделал следующее. Я по этим статьям прошелся, прочитал их очень бегло, ну, скажем так, я по каждой статье просмотрел Abstract, Introduction и Conclusion, и, возможно, заглянул немного в середину. И хочу вам представить очень-очень краткий обзор, но если не всех, то большинство статей, которые мне показались интересными, чтобы вы решили, хотите ли вы их дальше полностью прочитать. Ну, а три статьи я выбрал для более подробного разбора, я их более подробно прочитал, и к ним я перейду уже ближе к концу выпуска. Это статьи такого немножко не технического плана, а скорее статьи, которые пытаются ответить на вопрос, а как вообще-то пользователи смотрят на наши эти системы блокчейновые, они вообще ими пользуются, почему, как, зачем и так далее. Ну, давайте обо всем по порядку. Сразу оговорюсь, что я не буду здесь обозревать прямо все 100% статей, потому что, ну, некоторые из этих статей посвящены такой настоящей серьезной криптографии, и в этом мне было бы довольно сложно разобраться, чтобы это вам пересказать, тем более разобраться быстро. Поэтому я просто эти статьи опущу. Знайте, что они там есть. Если вы хотите их почитать, то загляните на сайт конференции. Еще я вынесу за скобки этого выпуска большую довольно тему, которой посвящено целых две сессии конференции. Это технологии второго уровня, second layer, платежные каналы, lightning и связанные с ними темы. Я их выношу за скобки, потому что это сейчас является основной темой моих исследований, и, скорее всего, многие из этих статей я... Ну, там, одну статью я уже читал. Скорее всего, многие из этих статей я захочу прочитать более подробно просто для своих собственных исследований, чтобы их внести в Related Work в свои следующие статьи, и когда я их уже прочитаю, тогда я смогу о них более подробно рассказать. Ну, и к тому же, если бы я и здесь рассказывал про lightning статьи, то у нас подкаст бы целиком превратился уже в подкаст про lightning, потому что прошлый выпуск у нас был про lightning кошелек с Игорем Корсаковым. Следующий выпуск, спойлер-спойлер, я не буду говорить пока с кем, но там тоже тема lightning будет затронута и будет одной из ключевых. Ну, чтобы какое-то разнообразие внести, я эту тему решил обойти стороной, хотя надо отметить, что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь работ посвящены так или иначе платежным каналам, главным образом для биткоина. Одна работа есть платежный канал для Монеро, вот интересная тема. Так что это точно является многообещающим и таким модным направлением ресерча. Ну, давайте я дальше пойду по статьям, которые я буду обозревать более кратко. Статья номер один называется Leveraging Bitcoin Testnet for Bidirectional Botnet Command and Control Systems. Наверное, не нужно название целиком читать, они очень длинные. Но в чем здесь, в общем-то, идея заключается? Идея заключается в том, что есть такие нехорошие люди, которые организуют ботнеты, которые заражают компьютеры вирусами для того, чтобы потом эти зараженные компьютеры по команде выполняли какие-нибудь злонамеренные действия. Например, отправляли все разом запросы на какой-нибудь сайт и его таким образом выводили из строя, что называется, DDoS-атака. И для того, чтобы администратор ботнета мог этим ботнетом управлять, собственно, зараженные компьютеры должны откуда-то понимать, когда им посылать запросы, куда, в каком количестве и так далее. То есть должна быть какая-то коммуникация выстроена между администратором и зараженными компьютерами. И самый простой способ и самый очевидный способ это сделать – это поднять некоторый сервер, который, код которого, IP-адрес которого или домен будет зашит в код ботнета, и зараженный компьютер будет стучаться по этому адресу, брать оттуда команды и их выполнять. Но такой способ коммуникации, он достаточно легко, его можно прервать, потому что всякие антивирусы, они сканируют исходный код, да и в скомпилированном коде наверняка тоже можно извлечь эти статические строки, если IP-адрес статический, и все это можно заблокировать и на уровне IP, и на уровне DNS и так далее. То есть такого рода каналы быстро не живут. Другой возможный способ коммуникации с зараженными компьютерами – использовать разные мессенджеры, протоколы типа IRC, интернет-релайчат, которые несколько сложнее закрыть, но, тем не менее, это тоже возможно. И такая вот модная идея, которая появилась уже в биткоин-эпоху – это использовать, собственно, блокчейн биткоина для того, чтобы коммуницировать с зараженными компьютерами. Идея здесь такая, что администратор в какой-то момент отправляет транзакцию в биткоине, тратит какие-то там средства, платит комиссию, и при этом в дополнительном поле в опреторн возвращает, публикует некоторые значения, которые могут считать, собственно, боты. А боты, они смотрят на биткоин-блокчейн и это считывают. Преимущество здесь в том, что закрыть доступ к блокчейну биткоина вообще-то не так-то и просто. И здесь вот тот момент, который я немножко не понимал, когда я читал эту статью, потом на самом деле понял, я подумал, ну как же, легко же очень закрыть доступ к биткоину. Взял, просто запретил трафик по порту 8333, и вот у тебя все биткоин закрыт. В первом, по крайней мере, приближении. Но потом я осознал, что вопрос немножко не так стоит. Есть вот мой компьютер, просто пользовательский, он подключен к обычному домашнему интернету, и, конечно, у меня все порты открыты, потому что, ну, я же могу быть легитимным юзером биткоина, никто же не будет, никакой администратор не будет заморачиваться с тем, чтобы закрывать мне порт к биткоину. И если я подцепил вирус, то я таким образом с биткоином, блокчейном смогу, скорее всего, взаимодействовать. И, собственно, о чем работа, в чем научная новизна? Новизна в том, что авторы предлагают использовать не биткоин-мейннет, а биткоин-тестнет. И это вызывает такой вопрос, типа, а что так можно было? То есть, если мы используем биткоин-мейннет, понятно, что мы должны платить настоящие комиссии настоящими биткоинами. Если мы используем биткоин-тестнет, то мы этих тестнетовских коинов можем нагенерировать, ну, если не сколько угодно, то какое-то значительное количество. И поскольку они не имеют никакой монетарной ценности, то это нам обойдется гораздо дешевле. Но при этом интересная особенность заключается в том, что сама по себе сеть тестнет биткоина, по крайней мере для тех целей, которые обсуждаются в статье, она вполне достаточно устойчива. И если не так уж устойчива, как сам биткоин, то, по крайней мере, для цели управления ботнетом она вполне подходит. Вот такое интересное применение блокчейн-технологии находит свое применение. Не знаю уж, насколько это используется in the wild, может, об этом говорится в статье, а я просто не дочитал, но идея мне показалась интересной. Следующая статья посвящена нашей любимой блокчейн-системе, которую использовали на выборах в Московскую городскую думу в сентябре, и этому мы в подкасте «Базовый блок» посвятили аж целый стрим, целый выпуск, не помню номер, но примерно вот тогда же, в сентябре, когда события эти происходили, в общем, там история такая трагикомическая, я бы сказал, что, с одной стороны, конечно, забавно наблюдать за тем, как настоящие криптографы, настоящие ученые обнаруживают совершенно ужасающие дыры в системе, а разработчики этой системы как-то, ну, если их и чинят, то не так поспешно, как хотелось бы, но, с другой стороны, такой трагический элемент заключается в том, что вообще-то это настоящие выборы, это настоящие кандидаты в депутаты, которые проходят или не проходят в Думу, и будут принимать, ну, важные решения в рамках довольно большого города. И статья, собственно, про то, какие уязвимости были там обнаружены, как на них прореагировали разработчики системы, и такое заключение, мне кажется, это отличный пример, вот то, что авторы пишут в конклюзионе, отличный пример такого очень супермягкого дипломатического научного языка. Они пишут «We believe that the main impact of our work was to draw the attention of the system as something that was maybe not as secure as what was claimed». Вот мы привлекли внимание нашей работы к этой системе, которая, возможно, ну, может быть, конечно, мы можем ошибаться, но, возможно, она была не так безопасна, как о ней рассказывали ее разработчики. Ну и замечательно, привлекли внимание, это, мне кажется, важно и вообще здорово, что система, которая используется в России на каких-то там локальных выборах, ну, пусть и на выборах, где правом голоса обладают там несколько миллионов человек, но все равно это происходит не в США, не в Западной Европе, где понятно, что внимание к этому со стороны научного сообщества, поскольку оно в основном там в этих странах находится, криптографическое, я имею в виду, и сообщество в области информационной безопасности, а тут даже вот посмотрели, французский криптограф посмотрел на нашу российскую систему. Ну и замечательно. Следующая статья, про которую я хочу кратко рассказать, относится к selfish mining. Она рассказывает какие-то новые, приводит вычисления и рассматривает новые модели selfish mining. Это такая контринтуитивная атака, основанная на теории игр, которая была описана в 2013 году, согласно которой при некоторых обстоятельствах майнеру может быть выгодно не раскрывать блок, который он добыл, а держать его какое-то время при себе. Там есть несколько вариантов этой атаки, а контринтуитивная она потому, что с точки зрения такой, скажем так, на первый взгляд, кажется, что каждая следующая секунда, в течение которой майнер не публикует блок, который он нашел, это, казалось бы, его упущенная выгода, потому что вероятность вроде бы как повышается того, что какой-то другой блок будет обнаружен другим майнером, и тот блок, который наш первый майнер нашел, но не опубликовал, он в итоге потеряет шансы быть принятым в основную цепочку. Но на самом деле, если там аккуратно посчитать вероятности, то все происходит не совсем так. И в новой работе авторы рассматривают то, как влияют механизмы difficulty adjustment, то есть изменение сложности майнинга и криптовалюты, на selfish майнинг. Они оценивают, как, собственно, тот механизм, который используется в биткоине. 2016 блоков у нас происходит переоценка сложности, в зависимости от того, насколько быстро или медленно были добыты эти предыдущие 2016 блоков. Разные другие криптовалюты используют разные другие механизмы. Например, биткоин кэш, которая откололась от биткоина, у нее были на первом этапе проблемы с сложностью, потому что сложность она унаследовала от биткоина, а количество майнинговой мощности, которая майнила биткоин кэш, была очень маленькой. Поэтому блоки генерировались очень медленно, и там какие-то дальше были проблемы в том, что большая была волатильность этого difficulty adjustment, и они в итоге придумали какой-то другой механизм, сделали его более плавным. У них это, там я уже немножко вспоминаю какие-то другие материалы, не совсем точно в этом разбираюсь, но вроде как не совсем у них хорошо это получилось сделать. Но в любом случае авторы вот этой работы, Selfish Mining Reexamined, в числе которых тот самый Эмин Гюнсирер, кстати, который и открыл первый вариант Selfish Mining'а с авторами, вот они рассматривают новые модели Selfish Mining'а. Следующая статья, посвященная Proof of Stake, называется Stake Shift in Major Cryptocurrencies, и из нее я вынес для себя такое рассуждение, о котором я раньше не задумывался, но которое оказывается важным. В общем-то, если про это подумать 20 секунд, то оно кажется очевидным, но я как-то не удосужился эти 20 секунд подумать. В Proof of Stake у нас в чем основная идея? У нас идея в том, что участники некоторого протокола, они распределяются роли между ними, например, кто будет майнером, или блок-продюсером, или как его ни назови в протоколе, в зависимости от доли стейка, которой этот участник протокола обладает. Вместо Proof of Work, где у нас есть некоторый вот псевдослучайный процесс из майнинга происходящий, который выбирает очередного майнинга просто по тому признаку, кто первый сгенерирует хэш, достаточно маленькой величины. А здесь мы смотрим, у кого сколько денег, подбрасываем монетку с соответствующими весами и выбираем следующего, скажем, блок-продюсера. Но интересный вопрос, о котором я раньше не задумывался. Вот это распределение стейка, оно рассматривается на какой момент времени? Потому что стейк же он постоянно может меняться. И тут получается интересная ситуация. В идеальном некотором сценарии, в идеальной модели, мы бы хотели распределять роль блок-продюсера в соответствии с тем стейком, который существует вот именно на данный момент, без всякой задержки. Вот прямо как сейчас стейк распределен, так мы и распределяем роли в протоколе. Но практика оказывается более сложной, и всегда в практических системах существует некоторый зазор. То, что авторы статьи называют стейк-шифт или стейк-гап, это разница между текущим моментом, между распределением стейка в текущий момент, когда генерируется основной очередной блок, и тем распределением стейка, на основе которого роль следующего блок-продюсера была выбрана. Потому что, например, у нас могут быть реорганизации. Если у нас профстейк мимикрирует под PWA fork, является, скажем так, накамото вариантом, накамото консенсусом, то мы должны подождать некоторого количества подтверждений, чтобы снизить вариант реорганизации. И только после этого мы можем считать стейк как бы заверенным, подтвержденным. Если у нас вариант Permissioned и у нас BFT, тип консенсуса, то у нас происходит производство некоторой случайной величины, и мы должны опять-таки убедиться в том, что злоумышленный какой-то участник не может на эту величину повлиять или не может по ходу этого процесса изменить свой стейк таким образом, чтобы на эту величину повлиять в процессе ее расчета. Поэтому тот стейк, на основе которого вычисляются доли, он должен неизбежно быть несколько в прошлом. И вот эта разница, собственно, статья и посвящена тому, как эта разница влияет на свойства безопасности систем. Я, честно говоря, уже дальше не читал, не вчитался, но само вот это понимание, что существует неизбежный гэп между стейком сейчас и стейком на тот момент, когда мы распределяли роли. Это, мне кажется, интересный инсайт. В следующей статье, которая называется Coded Merkle Tree, бла-бла-бла, предлагается новая некоторая конструкция дерева Меркла, которая могла бы использоваться для fraud proofs. То есть, исследователи, авторы этой статьи, они пытаются решить проблему Data Availability, и они пишут, что для всяческих решений второго уровня нам очень важно, кстати, не обязательно второго уровня, может быть и просто Simple Payment Verification, узлы с упрощенной верификацией, которые смотрят только на заголовки блоков, скажем, в случае биткоина, и проверяют, что ProofWork там достаточно хорошие, но при этом они не проверяют валидность самого блока. У них должна быть какая-то возможность этот блок скачать, и хорошо бы иметь некоторую возможность гарантированно понять, существуют ли вообще в природе данные у кого-нибудь, которые мы могли бы скачать, с помощью которых мы бы могли проверить валидность очередного перехода или очередного блока. Авторы предлагают конструкцию на базе дерева Меркла, которая нулятся по сути аккумулятором и которая лучше эти качества реализует, которые мы хотим от такого рода структуры данных, которые можно бы использовать в блокчейнах. Следующая статья посвящена протоколу Arwen. Про протокол Arwen я, надо сказать, до недавнего времени вообще не знал и не слышал. Я про него услышал буквально на прошлой неделе, кажется, 5 февраля, когда в один день пришли новости о том, что Lightning Labs получила инвестиции в размере 10 миллионов долларов. И вот компания, которая разрабатывает протокол Arwen, получила также инвестиции в размере 3,3 миллиона от инвесторов, которые включают Meltem Demirors и Jill Carlson. Я их обеих читаю в Твиттере слэш кого-то читаю в Ньюслеттер, но мне нравится, как они пишут, что они пишут. Мне кажется, это умные женщины. И интересно было, во что они, собственно, проинвестировали. Я прочитал эту статью, просмотрел, и такое возникает несколько смешанное чувство. То есть это вполне выглядит legit. И такое ощущение у меня сложилось, что просто разработчики этого протокола, они превращают уже довольно старую идею атомарных свопов в работающий продукт для трейдинга. То есть они даже в статье ну, они даже в статье ссылаются на трейд из форума Bitcoin Talk 2013 года, где описывается, как они утверждают впервые вообще в истории, идея Atomic Swap через конструкцию HashTime Load Contract, на базе которой потом построен Lightning. Собственно, конструкция такая, что для того, чтобы атомарно обменять одну криптовалюту на другую, мы создаем некоторый контракт, который говорит, что если будет предоставлен какое-то значение, которое хэшируется в данную величину, то сделка происходит. Если оно не будет предоставлено до какого-то таймаута, то сделка не происходит. Ну и, насколько я понимаю, они, собственно, реализуют это на криптовалютах, которые основаны на исходном коде Bitcoin Core, плюс некоторые дополнительные штуки, которые позволяют прикрутить к тому же Ethereum. И такой вот escrow сервис у них получается. И не знаю, я вот на самом деле думаю, интересный вопрос, который меня занимает, почему только сейчас? То есть идея, она вообще не новая. И уже сколько уже было разговоров про то, что можно атомарно менять, не знаю, биткоины на лайткоины и биткоины на эфиры. У них же у всех есть механизмы вычисления хэша, у них есть механизмы проверки времени, таймлоков. И, в общем-то, казалось бы, нет никаких проблем. Но я не слышал, может быть, я просто не знаю о существовании какого-нибудь продукта, который был бы завернут в нормальный интерфейс, которым было бы удобно пользоваться, который бы эту идею реализовывал. Возможно, предполагаю я, рынок для таких продуктов появился только сейчас. То есть только сейчас появились биржи с достаточными объемами, недостаточное количество игроков занимаются трейдингом профессионально, что они готовы такого рода продукт купить и разработку его окупить. Потому что, несмотря на то, что идея, возможно, несложная, для того, чтобы это безопасно реализовать, все-таки нужны определенные скиллы. И, ну, я надеюсь, что эта компания это реализует. Посмотрим, у них довольно серьезный лайнап, скажем так, довольно серьезная команда, которая состоит в значительной части из тоже академиков, которые писали статьи задолго до того, как это стало мейнстримом и это стало модным. Ну, посмотрим, что у них получится. Буду за ними также следить. Еще одна статья, в написании которой поучаствовал уже упомянутый высшее Эмин Гюн Сирер, посвящена классификации стейблкоинов. Тут много, как бы, слов говорить не надо. Если бы стейблкоины, они по-разному бывают устроены, они к разным вещам пытаются сделать привязку, разными способами пытаются сделать привязку. И эта статья, она раскладывает всего полочком, какие бывают виды стейблкоинов, какие бывают механизмы, какие у них плюсы и минусы. Если вам интересно в этом разобраться, то адресую вас к этой статье. Еще одна статья про кластеринг, про атаки на приватность эфириума. Авторы придумали некоторую новую эвристику, точнее, они собрали несколько эвристик, которые существовали раньше, как-то их хитрым образом применили и рассчитали, какие адреса в эфириуме с большой вероятностью принадлежат одному и тому же человеку или организации. Вот такие вот вещи вполне возможны. Конечно, это не сюрприз, что в принципе такие вещи бывают, но вот очередное улучшение такого рода техник произошло. Статья следующая, тоже из мира эфириума, называется Zether Towards Privacy in Smart Contract World, которая описывает криптографический механизм и приватные умные контракты, построенные на Zero Knowledge. Тоже здесь особо больше я ничего сказать, к сожалению, не могу, потому что какой-то очередной вид Zero Knowledge изобрели автора, который совмещает один протокол и какой-то другой протокол для того, чтобы обеспечить нужное качество безопасности, и все это можно положить уже на существующий эфириум. Авторы это сделали, померили газ, газ-консумшен нормальный, все очень практично и замечательно. Так что, если вам такого рода вещи интересны, тоже читайте статью. Меня очень посмешило первое предложение этой статьи. Оно начинается, статья начинается так. Smart Contract Platforms such as Ethereum and Libra provide ways to seamlessly remove trust бла-бла-бла-бла-бла. То есть, я прям вижу, как они написали, я не знаю, такие платформы, как эфириум, или такие платформы, как эфириум и биткоин. Потом Facebook опубликовал свой анонс Libra, и кто-то из авторов или, не знаю, редактор сказал, о, давайте включим сюда Libra, потому что так-то точно мы на хайпе проедемся. И в статью попало эфириум и Libra. Вот. Но это, конечно, мои спекуляции, не знаю, как на самом деле было. Следующая статья про тоже приватность и про аирдропы. Авторы рассматривают вообще такую вещь, как аирдропы, и, конечно, это приятно, когда тебе дают бесплатные деньги на те адреса, которые у тебя уже есть. Но это, конечно, угрожает твоей приватности, потому что ты, например, эти аирдропнутые монеты будешь куда-то выводить, таким образом ты раскроешь всему миру, всему блокчейну тот факт, что вот у тебя эти коины были, ты их вывел. И дальше как-то можно будет трекать, куда ты потратил эти выведенные коины и так далее. То есть все это какую-то информацию публикуют, которую, возможно, я не хотел бы публиковать. И авторы размышляют, как вообще можно было бы делать аирдропы. Они приводят случаи, когда делали аирдропы, например, на публичные ключи, полученные из аккаунтов GitHub, например, потому что у GitHub есть такая фича, как выдать RSA публичный приватный ключ пользователю. Соответственно, можно на публичные ключи GitHub делать аирдропы. Или можно делать аирдропы на аккаунты того же Keybase, например, как делал Stellar. И идея, к которой приходят авторы, что в чем, собственно, главная сложность? Что если некоторый коин хочет сделать аирдроп, допустим, всем владельцам биткоинов, а я, допустим, владелец биткоинов, я хочу получить этот новый коин, в идеале я должен иметь возможность сообщить мою identity в этом новом коине, мой адрес в новом коине администратору нового коина, при этом доказать ему в Zero Knowledge, что мой этот адрес соответствует некоторому биткоин-адресу, на котором там есть сколько-то биткоинов, например, или который еще не был раньше использован в этом аирдропе. И дальше мне на новый адрес этот новый суперкоин посылает свои новые монеты, при этом свой, скажем, биткоин-адрес или свой GitHub-аккаунт я не раскрываю. Ну и дальше в статье описано, как это можно криптографически реализовать, конечно же, при помощи Zero Knowledge. Zero Knowledge — очень модная тема. как, возможно, вы могли уже заметить в нашем блокчейн-мире. Следующая статья, это, наверное, будет последняя статья, которую я в таком очень кратком режиме покрою, сделаю ее обзор, касается peer-to-peer сети Monero, и ее написали в значительной степени исследователи из университета Люксембурга. Это буквально ребята, которые с нами сидят в соседних офисах, не наша группа, но соседняя, которая занимается также в числе прочего блокчейнами, всякой безопасностью, приватностью и так далее, они исследовали Monero на предмет того, как у них устроена peer-to-peer сеть. И, как выясняется, что, несмотря на то, что протокол, скажем, биткоина, в смысле peer-to-peer, ну и вообще в любом смысле, но в частности, как узлы взаимодействуют друг с другом, он довольно хорошо описан в литературе, и протокол эфириума, он тоже, ну, как-то, но описан, оказывается, никто до недавнего времени, до появления этой статьи как-то не удосужился описать протокол, как друг с другом говорят узлы Monero, единственная, собственно, источник информации на эту тему, это был, собственно, source-код. И что сделали исследователи? Они его прочитали, этот source-код, они сделали по нему человекочитаемое описание, что там, как узлы друг с другом говорят, какие сообщения они друг к другу посылают и когда. И дальше провели исследование, они пощупали эту сеть, они пытались выяснить, сколько там всего узлов, какие между ними существуют коннекшены, соединения и какие есть сетевые качества у этой сети. В частности, они обнаружили, что в Monero задействовано более 21 тысячи IP-адресов и что сеть Monero довольно высоко централизована, как они пишут, 13,2% узлов поддерживают почти 83% всех коннекшенов. А число активных узлов в день равно 2758, что, в принципе, не так уж и плохо, если сравнить это с тем же биткоином, у которого, ну, опять-таки, это смотря, как считать. Если считать узлы с открытыми соединениями порядка 10 тысяч узлов, если считать вообще все узлы, то это будет в несколько раз больше. Какие-то там оценки есть около 60 тысяч или 100 тысяч. Здесь оценить довольно сложно. Но 2500 это тоже, мне кажется, не так уж плохо для криптовалюты, которая не пользуется гигантской популярностью. Она достаточно популярна, но не могу сказать, что она прям вот в первых рядах. Вот такой вот был краткий обзор пока всех статей, кроме трех, самых интересных. Если вам интересно, читайте полностью на сайте конференции, который, конечно же, будет в шоу-ноутах. А теперь я хочу перейти к трем статьям, которые я немного более подробно рассмотрю. И первый из них называется What are the actual flaws in important smart contracts and how can we find them? Это статья про уязвимость в смарт-контрактах эфириума. И, казалось бы, уже сколько статей написано про уязвимость в смарт-контрактах на эфириуме. И даже мы с коллегами из SmartDeck тоже написали такую статью в 2018 году. Но чем эта статья примечательна? Это тем, что она написана при участии представителей компании Trail of Beats, которая профессионально занимается аудитами смарт-контрактов. И в этой статье они обобщили свой опыт профессиональных аудиторов и они там расставили такие акценты, что да, мы, конечно, знакомы с литературой, мы прочитали все эти статьи, но обычно они основываются на том, что анализируются просто контракты какие-то в блокчейне или парсится блокчейн и анализируются самые популярные контракты, то есть контракты, к которым наибольшее количество транзакций было сделано в течение какого-то времени. Но авторы на это смотрят немножко под другим углом, они говорят, мы анализировали контракты, за которые нам платили деньги, то есть контракты, которые мы смотрели, это высококачественные проекты и проекты, где в разработку и в безопасность были инвестированы серьезные деньги, потому что успех всего предприятия, всего стартапа, проекта или whatever зависит от безопасности и корректности этого контракта. Поэтому вот те уязвимости, которые мы там нашли и которые мы описываем, они характерны для контрактов даже, казалось бы, самого высокого уровня и тех, в которые были вложены наибольшее количество сил. Они проанализировали свои данные, полученные из 23 аудитов с разным количеством контрактов, которые там были проанализированы и представили некоторый фреймворк того, как можно ранжировать потенциально опасные участки кода, потенциально опасные уязвимости. Собственно, они их раскладывают, и мне кажется, это довольно, в общем-то, стандартная процедура, они их раскладывают по двум осям, возможный ущерб от эксплуатации и сложность этой эксплуатации. То есть, у нас может быть уязвимость, которая, если она будет проэксплуатирована, она вообще все порушит и принесет катастрофические убытки, ущерб или остановку всего на свете. Это высокая опасность, бывает средняя опасность, низкая опасность, но еще бывает informational категория тех участков кода, которые авторы аудита считают несоответствующим и лучшим практикам, но которые, тем не менее, не ведут непосредственно к какой-то угрозе. И, соответственно, это была одна ось, а другая ось, это насколько сложно или просто эксплуатировать эту уязвимость. Если существуют уже автоматизированные скрипты, которые могут это делать, или если такие скрипты очень просто написать, то это, соответственно, низкая сложность атаки, естественно, средняя, если это требует некоторых профессиональных навыков и доступно только ограниченному кругу специалистов, и высокая, если требуется какой-то insider knowledge, если это атака, которая потенциально может исходить только от членов самой команды или какие-то такого рода вещи. И дальше они приводят много табличек с процентами и особенно они фокусируются и значительная часть статьи посвящена описанию уязвимости, которую авторы называют high-low, то есть high – высокая степень угрозы и low – низкая сложность эксплуатации, то есть самые опасные те, которые нужно чинить в первую очередь. И они их делят на 8 категорий. Это уязвимости, связанные с валидацией данных, данные откуда-то приходят, там какая-то фигня, мы это не проверили, с ограничениями прав доступа, кто у нас там owner, кто может вызывать какую функцию, кто не может вызывать, причем интересно, что хотя большинство случаев в этой категории относятся к слишком перемиссивным, слишком, скажем так, открытым контрактам, которые позволяют вызывать админские функции не админом, но также были проблемы связанные с тем, что и админы не могли чего-то вызвать, что они иначе могли вызвать. Конечно, race conditions это ситуация, когда поведение контракта зависит от порядка выполнения операции, и этот порядок непредсказуемый или неопределенный, он зависит от порядка включения транзакций в блок, например. Связанная, конечно, с проблемой есть фронтрайлинг, когда это применяется для того, чтобы на тех же дексах производить транзакцию, которая будет использовать, скажем так, некоторый insider knowledge, который будет действовать не в интересах того, кто отправил первую транзакцию. Наш любимый re-entrancy, конечно, всякие вопросы с арифметикой, с безопасной математикой, и тоже смешной тут есть пассаж про то, что были обнаружены проблемы, связанные с тем, что используется библиотека SafeMath, которая должна по идее препятствовать integer overflow, integer underflow, но бывают такие проблемы, когда на самом деле этих overflow и underflow нету, но проблемы вызванные ревертом, откатом транзакций, которые вызывают функции SafeMath, видимо, ошибочно, и дальше нужно бороться уже с этим. Конечно, округление тоже играет роль, и так далее, и так далее. Наверное, я не буду проходить прямо вот по всем, по всем категориям. Мне кажется, это очень хорошая классификация, и ясно, таким языком понятно написано, в чем, собственно, проблемы, но окей, как бы в чем, в чем takeaway, что нужно из этой статьи вынести. Авторы делают такой вывод, что вам могло бы показаться, что смарт-контракты это какая-то уникальная новая область, где какие-то уникальные новые методы написания программ, и вся предыдущая экспертиза вам тут совершенно не пригодится. Это я уже немножко так заостряю, довожу до абсурда. Но на самом деле, как показывает практика, и как показывают аудиты, смарт-контракты и проблемы в коде смарт-контрактов, они, в общем-то, пересекаются довольно сильно с обычными проблемами обычного софта, который пишут, ну, в централизованном, скажем так, сеттинге, в централизованном окружении. Те же проблемы, связанные со временем, связанные с неопределенностью эффекта операции в зависимости от их порядка, те же проблемы с аудентификацией, авторизацией, контролем доступа, документацией и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все те уроки из десятилетий разработки софта, которые были наработаны профессиональным сообществом, они вполне себе применимы. Но и авторы дальше задаются вопросом, насколько все-таки эти категории популярных уязвимостей в смарт-контрактах отличаются от аналогичных ошибок, которые мы обнаружили при анализе кода в других аудитах, который не был связан со смарт-контрактами. И они тоже такую статистику проводят. Отчасти те несоответствия, которые они обнаруживают, вызваны просто классификации, что там немножко по-разному устроена классификация. Но, да, например, они отмечают, что проблемы, связанные с конфигурационными файлами, они менее заметны и менее присутствуют в смарт-контрактах, наверное, потому что вообще смарт-контракты, они работают в таком очень ограниченном окружении, и там особо нечего конфигурировать. То есть, там EVM как работает, так и работает. В отличие от обычных какого-нибудь бэкэнда на сервере, у которого куча конфигураций, которые взаимодействуют с операционной системой, с сетью, и все это нужно правильным образом настроить. Соответственно, значение конфигурации меньше, и, соответственно, значение потенциально плохих конфигураций тоже меньше. Также в меньшей степени проявляются в смарт-контрактах проблемы, связанные с разработкой собственной криптографии. Тоже смешная фраза, которую автор здесь использует. То есть, конечно, мы все знаем, что нельзя имплементировать свою криптографию, но на обычном централизованном сервере вы можете попытаться, и это у вас будет работать, и будет что-то у вас шифровать и расшифровывать. А в отличие от этого в смарт-контракте вы можете на солидите попытаться написать свою хэш-функцию, но вы просто не пролезете по газу никуда, и вы скоро оставите эти попытки, поняв, что они, мало того, что они небезопасны, вы можете об этом не знать или можете это игнорировать, но они вообще не работают на практике. Ну, хорошо, и что же со всем этим делать? Авторы дальше посвящают очередной раздел тому, какие существуют способы обеспечения безопасности программ, и как они, насколько хорошо они применимы именно к смарт-контрактам. Первый способ, который они описывают, это property-based testing и symbolic execution, соответственно, основная идея в том, что мы описываем некоторые качества программы, некоторые инварианты, которые мы хотим, чтобы всегда выполнялись или чтобы никогда не выполнялись, и дальше мы запускаем либо символическое выполнение, пытаясь найти те комбинации аргументов, которые нас приведут в некоторое состояние, которое мы заранее определили как плохое, с тем, чтобы потом такого рода ситуации исправить, избежать попадания в это состояние, либо запускаем файзер, который будет случайным образом генерировать всяческие варианты инпутов и тоже пытаясь таким образом, случайным таким образом попасть в плохое состояние, понять, как мы туда попали и сделать так, чтобы мы туда больше не попадали. Этот подход вполне себе хорошо работает для многих типов уязвимости в смарт-контрактах. Статический анализ, как пишут авторы, он ну, как бы соу-соу, я так уже интерпретирую эти результаты. Что-то он ищет хорошо, что-то он ищет не очень хорошо и точно этого недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность. Тестирование, юнит-тестинг работает не так хорошо и, как пишут авторы, что даже наиболее широкий набор юнит-тестов показал, что он не является наиболее эффективным способом обнаруживать уязвимости. Но, опять-таки, в такого рода, при применении такого рода практика инструментов возникает вопрос, для того, чтобы они хорошо работали, нужно много потратить усилий и времени для того, чтобы описать четко на машинно читаемом языке, что мы считаем хорошим состоянием, что мы считаем плохим, какие состояния мы хотим протестировать, куда мы хотим прийти и так далее. Это может быть нетривиально. Ну и, конечно, самый главный метод, собственно, то, за счет чего живут такие компании, как Trail of Beats, это ручной анализ, когда специалист по безопасности вручную читает код, понимает, что на самом деле там пытались сказать авторы или предполагает, что они пытались сказать и валидирует, собственно, то, что ему выдали все вышеперечисленные инструменты, плюс добавляет свою собственную экспертизу и свой собственный инсайт. И главный вывод, который делают авторы в отношении того, как же, собственно, обеспечивать безопасность смарт-контрактов, это что нужно использовать все, конечно, все возможное, нужно использовать и статический анализ, и динамический, но без ручного аудита, без анализа экспертами очень многие очень важные штуки не будут найдены, потому что часто они бывают завязаны на некоторую бизнес-логику, на некоторые предположения, которые, может быть, были в голове у авторов кода, но на самом деле они не выполняются, то есть анализировать вручную все равно нужно, и, соответственно, те компании, которые занимаются такого рода анализом, без куска хлеба в ближайшее время точно не останутся, но, тем не менее, имеет смысл, как пишут в заключении уже авторы статьи, проинвестировать некоторое время в то, чтобы по максимуму использовать существующие инструменты анализа кода, аккуратно описать требования, которые существуют к коду, чтобы их можно было автоматически проверить, но, как говорится, on top of debt все равно нужен человек, который на это посмотрит экспертным взглядом и найдет еще несколько очень важных вещей, которые не могут найти компьютеры. Перехожу к следующей статье, а следующая статья посвящена Open Bazaar, называется она Open Market or Ghost Town The Curious Case of Open Bazaar. Open Bazaar это такой проект, который существовал очень давно, он был проанонсирован в начале 2014 года, то есть выходит одновременно с эфириумом, посмотрите, где эфириум и где Open Bazaar, и идея этого проекта заключается в том, чтобы создать децентрализованную площадку, типа как децентрализованный Amazon или eBay, где люди могли бы выставлять товары или услуги на продажу, другие люди могли бы их покупать со биткоин и впоследствии другие криптовалюты, и все это было бы абсолютно никому не подконтрольно, не подцензурно и так далее. Историки, скажем так, криптоисторики, блокчейн-историки могут здесь прочувствовать некоторый момент и прочувствовать тайминг, что такое начало 2014 года. Это через несколько месяцев после ареста Роса Ульбрихта и закрытия рынка Silk Road, который был одной из главных площадок в Даркнете по продажу фактических товаров в значительной степени, конечно, нелегальных и вообще одним из главных, наиболее важных, скажем так, real-world use cases биткоина в те далекие времена. И, соответственно, был некоторый сентимент, некоторое понимание того, что централизованные площадки, даже если их администраторы принимают очень серьезные меры для того, чтобы защитить свою анонимность, они все равно так или иначе попадают под колпак и их арестовывают, закрывают рынки и так далее. Давайте им попробуем сделать децентрализованную альтернативу. И появился проект, который эту идею стал реализовывать, они подняли инвестиции, они, мне кажется, очень так прошли по тонкой грани, скажем так, которая, с одной стороны, позволила им разрабатывать такие вот неподцензурные децентрализованные технологии, с другой стороны, позволила им собрать инвестиции от каких-то более-менее традиционных, приличных инвесторов. Они разрабатывают свою сеть и сеть сама по себе децентрализована, но на своем сайте тот поиск, который они дают по сети, он цензурирует, соответственно, наркотики и прочие вещи, ради которых мы все тут и собрались. То есть, они, с одной стороны, для простых юзеров выглядят такими белыми и пушистыми, и ты заходишь на их сайт, у них там, я не знаю, handmade art, какие-нибудь такие штуки, вот, а что на самом деле там продается, видят только те, кто установил какое-то третье стороннее расширение или независимую поисковую систему, которая из сети вытаскивает листинги всякого нелегального добра. Ну, собственно, что сделали авторы статьи? Они написали кроллер, они эту сеть всю просканировали и делали это на протяжении 14 месяцев, с июня 2018 по сентябрь 2019 с целью понять, что там на самом деле за листинги, что там продают, что там покупают, сколько там пользователей, насколько пользователи беспокоятся о своей приватности, удается ли им ее защитить и вообще понять, что там происходит. Ну, на самом деле TLDR все довольно плохо и проект, ну, очевидно, не взлетел. То есть там настолько мало пользователей, настолько просто неприличное какое-то количество сделок совершается, даже если сравнивать с централизованными даркнетовыми площадками, не говоря уже о полностью легальных площадках типа того же eBay, никакой конкуренции ни первым, ни вторым, ну, вторым это было бы слишком оптимистично рассчитывать, но даже конкуренцию первым, то есть централизованным даркнет-площадкам OpenBazaar не составил и авторы это отмечают, собственно, несмотря на то, что для централизованных даркнет-площадок типичные сценарии и когда администраторов арестовывают, сайт закрывают, и когда администраторы делают exit scam и убегают с деньгами, все это возможно и все это случается, но все равно спрос на торговлю нелегальными товарами идет на централизованной площадке, а на OpenBazaar почему-то не идет. В статье описано вначале, как OpenBazaar вообще устроен, данные они хранят в IPFS, контент они адресуют, собственно, сами листинги, описание товаров и так далее, хранятся в IPFS, адресуются по хэшу, пользователи соединяются друг с другом в peer-to-peer сети, если Алиса хочет купить товар, который Боб залистил, она обращается по хэшу этого контента в IPFS и оттуда вытягивается описание товара. Там какой-то дальше есть механизм сидирования, то есть если Боб онлайн, то он сам хостит этот файл, если он не онлайн, то файл до недели хранится на других узлах, которые как-то его копируют друг к другу и сохраняют хотя бы на какое-то время, чтобы продавец мог уйти в оффлайн, а его товар по-прежнему продавался бы. Дальше, если Алиса хочет купить товар, она посылает Бобу или деньги напрямую, соответственно, ему доверяя, либо она запирает их в некоторый escrow и дальше сделка происходит через escrow, при этом арбитром в случае спора выступают сами же пользователи OpenBazaar, которые выдвинули себя на эту роль. Там, естественно, все это завязано на репутацию, пользователи ставят друг другу рейтинги и тоже интересная деталь, которую я не знал, которую авторы отмечают, что оказывается, что на Даркнетовских площадках очень вообще важную роль играют рейтинги и хотя рейтинги обычно необязательны, но пользователи с удовольствием их ставят, видимо, понимая, что если не это, если не репутация от, собственно, настоящих продавцов и покупателей, то никакой другой защиты своих прав и никакой другой гарантии, что действительно продавец будет, скажем так, добросовестным и выполнит свои обязательства, ну и покупателей, соответственно, у них нету, поэтому есть такое чувство комьюнити, скажем так, которое в Даркнете покупает себе всякие вещи, что если сделка прошла удачно, то обязательно нужно высоко оценить продавца, чтобы хорошего продавца было сразу видно. На первых этапах жизни OpenBazaar там можно было платить только биткоинами, потом они решили добавить биткоин кэш, но сделали это в максимально неинтуитивном виде, как пишут авторы статьи, для того, чтобы принимать платежи в биткоин кэш, нужно было поставить себе другую копию OpenBazaar, прописать там какую-то другую настройку или другой конфиг и свой листинг скопировать отдельно в биткоин кэш версию OpenBazaar, то есть интерфейс просто на высоте. Понятно, что это наиболее просто было сделать с точки зрения разработчика, просто скопировать репозиторий и пару конфигов поменять, которые сеть перекинула с биткоина на биткоин кэш. Но потом как-то это все влили более-менее в единый исходник, в единый бинарник, так что это можно было по-человечески установить. Потом в какой-то момент они решили принимать Zcash и тоже первая имплементация она за собой влекла следующее, что вместе с OpenBazaar скачивался целиком бинарник Zcash и Zcash-овская нода прямо работала внутри OpenBazaar. Потом как-то они это, видимо, сделали тоже более каким-то юзер-френдли образом, хотя по поводу этого авторы статьи большого количества деталей не разглашают. И, конечно, мне здесь самая интересная деталь для меня Zcash можно ли платить с помощью Shielded транзакций. Потому что, если нет, то это теряет вообще всякий смысл. Но я думаю, что да, потому что иначе зачем бы им было тащить целую имплементацию Fullnode. Они бы иначе могли это сделать на каком-то, не знаю, на более какой-то легкой имплементации. Но так или иначе, что, собственно, сделали исследователи? Они написали скрипт, который собирал, собственно, все данные всех листингов и построили некоторую статистику по количеству пользователей, по количеству этих самых листингов, по количеству сделок, которые происходят и так далее. Значит, статистика для поклонников этого проекта, ну, прямо скажем, неутешительная. Они, значит, мерили сеть больше года, 14 месяцев. И за все это время они насчитали 6651 участника сети. То есть, такое количество каких-то, ну, видимо, там есть какой-то внутренний одежник. Вот такое количество участников зашло. 6 с чем-то тысяч за год. И уникальных IP-адресов они насобирали 6116. То есть, ну, это как-то совсем несерьезно. Дальше они разбивают пользователей, которых они таким образом нашли, на пользователей, продавцов и активных продавцов. Пользователи это те, которые просто подключаются к сети, но не создали ни одного листинга, то есть, не пытаются продать ни одного товара. Продавцы это те, у которых есть товары выставленные на продажу, а активные продавцы это те, у которых есть товары выставленные на продажу и у которых есть хотя бы один отзыв, который им оставили. То есть, есть такие довольно серьезные основания полагать, что действительно они кому-то что-то продали и покупатель их оценил. Это, соответственно, оценка снизу, потому что могли быть сделки, которые произошли, но отзыва покупатель продавцу не оставил, но вряд ли различие будет на порядке. Может быть, там различие будет в два раза. Но, так или иначе, всего пользователей 5 с чем-то тысяч, насчитали исследователи. Продавцов неактивных – 1254, а активных продавцов 167. То есть, реальных сделок там происходит вообще, может быть, даже не каждый день происходит сделка. Вот такая вот печальная картина. Дальше идут красивые графики, как меняется количество узлов, как с течением времени меняется, точнее говоря, уменьшается вероятность того, что листинг будет доступен. То есть, когда листинг появляется, продавец его создает, то в момент времени 0 он доступен. Потом в какой-то момент он перестает быть доступен, потому что или продавец уходит в офлайн, или это вот дуплицирование информации на разных узлах работает не так хорошо. И, ну, собственно, оно и не ставит своей целью поддерживать листинги вовеки вечные, а скорее оно пытается их там что-то вроде недели еще поддерживать. Геолокация тоже никаких особых сюрпризов не вызывает. То есть, основное количество юзеров сосредоточены в Северной Америке и Западной Европе. Некоторые юзеры выходят с очень странных локаций типа Острова Пасхи, но совершенно резонно авторы отмечают, что, скорее всего, это результат использования VPN-ов или каких-то сетей, ну, или Тора, или чего-то в этом духе. Далее авторы берут все описания товаров и используют Machine Learning, чуть ли не поимпись этого слова Artificial Intelligence, но все-таки нет. Они используют некоторую систему, некоторый классификатор, который был создан другими учеными. Ну, как другими? Тут пересечение по одному автору есть у этой статьи и у предыдущей статьи, на которую они ссылаются. Но вот предыдущая статья тоже рассматривала DarkNet'ы и сделала классификатор, который по описанию товара раскидывает его по категориям. Они этот классификатор применили, немножко его руками допилили, они добавили туда данные про 200 200 айтемов, которые были рассортированы вручную по категориям и, соответственно, приводят статистику, какие здесь есть категории и сколько товаров. Но главный вывод, который они делают, что если посмотреть просто на товары, которые присутствуют в листингах, как выставленные на продажу, там доля нелегальных товаров будет довольно невелика. То есть там то, что выставлено, оно такое белое и пушистое. Но если посмотреть на те товары, которые реально продаются, то это будут скорее нелегальные товары, то есть то небольшое количество сделок, которые происходят, но все-таки люди покупают действительно те вещи, которые они не могут купить на легальных площадках, что в общем-то тоже вполне объяснимо с точки зрения экономики. Ну и, конечно, цифры оборота совершенно смехотворные. На протяжении всего интервала измерений они насчитали 217 тысяч долларов оборота. И для сравнения они пишут, что и Silk Road, и AlphaBay, два крупнейших Darknet Marketplace, имели оборот порядка сотен миллионов долларов. Ну и какой мы из этого всего можем сделать вывод? Ну, я для себя делаю вывод, что это такой случай, скажем так, жестокости рыночка бессердечного, который вот взял и порешал. То есть проект интересный, технология интересная, и вроде бы ничто не мешает технологически собрать в один стэк биткоин, IPFS, завязать это на Тор и торговать там всякими интересными штуками, и вроде бы даже на это есть спрос, и вроде бы даже есть рынок. Но вот, казалось бы, сделали и что, и никто не пришел. То есть почему-то пока получается, что тот спрос, который есть на торговлю нелегальными товарами, он удовлетворяется совершенно другими способами. То есть получается, что конкуренция от централизованных маркетплейсов, пусть они там закрываются, пусть их арестовывают, пусть у них там большие риски, но те люди, которым это нужно, они эти риски принимают и на них идут, а разбираться с этой децентрализованной альтернативой получается, что никто и не хочет. Может быть, было недостаточно маркетинга. Может быть, это недостаточно просто людей про это знают. Хотя у централизованных тортнет-площадок тоже особого маркетинга нет, только сарафанное радио работает, я думаю. Так что, мне кажется, это интересный кейс, скажем так, печальной судьбы проекта. Ну, конечно, нельзя пока сказать, что он прямо умер. Насколько я понимаю, ну, компания не закрылась, они продолжают писать какой-то код, выпускать новые версии и так далее. Но что точно, можно сказать, что проект за уже все-таки 2020 год на дворе, то есть за 6 лет, он точно не достиг того потенциала, который, скорее всего, рассчитывали его пользователи, разработчики и инвесторы. Интересный кейс, понять, почему это, конечно, нет одной причины, но мне этот кейс показался любопытным, интересным, и поэтому я рассказал вам о нем более подробно. И последняя статья на сегодня называется Surviving the Crypto Jungle, Perception and Management of Risk Among North American Cryptocurrency Non-Useries. Мне показалась интересна эта статья, потому что она несколько из другой области и несколько другого формата, чем обычно бывает на конференциях, за которыми я слежу и которые мы часто обозреваем здесь в подкасте. Обычно мы обозреваем технические конференции и технические статьи, где авторы пишут, что вот такой-то блокчейн недостаточно недостаточно быстрый, и мы придумали новый способ его ускорить. А вот какой-то блокчейн недостаточно приватный, и мы придумали способ сделать его более приватным. Но довольно в редких случаях происходит взгляд со стороны пользователя, и это, собственно, объяснимо, потому что люди, которые занимаются технологиями, они разрабатывают технологии. А, скажем так, взгляд на проблемы пользователей, это немножко не их задача. Но здесь исследователи из Университета Британской Колумбии, Ванкувер, Канада провели исследование, социологическое, наверное, правильно его было бы назвать. Они провели несколько интервью с пользователями криптовалют и с теми, кто про криптовалюты знает, но ими сознательно не пользуются. И спросили их о том, во-первых, почему они криптовалюты купили или не купили, как они воспринимают риски, связанные с пользованием и хранением криптовалют, ну и связанные вопросы. И мы пытались как-то понять, как, собственно, обычные пользователи на это смотрят. И мне кажется, здесь довольно много таких инсайтов, ничего прямо граундбрейкинг, ничего очень удивительного. Но мне кажется, полезно нам в нашей блокчейн, в нашем блокчейн-пузыре порой думать и вспоминать о людях, которые нашими всеми этими прекрасными технологиями пока не пользуются, пытаться понять, почему они не пользуются, почему они не видят достаточно в них смысла или почему они их не понимают и как-то, ну, пытаться, наверное, лучше их объяснять. Вот пять вопросов, на которые исследователи попытались ответить в этом, в этой статье. Вопрос первый, как криптовалюты используются сейчас? Вопрос второй, как владельцы криптовалют их хранят? Вопрос третий, какие существуют восприятия рисков, связанных с криптовалютами, как среди пользователей, так и среди тех, кто не пользуется? Вопрос четвертый, как пользователи криптовалют менеджат риски, связанные с этим? И вопрос пятый, какие факторы влияют на поведение пользователей, связанные с безопасностью? Дальше я буду просто из статьи выхватывать и цитировать некоторые, в свою очередь, цитаты тех людей, которых проинтервьюировали исследователи. Всего было опрошено 20 человек, из них 11 пользователей криптовалют и 9 непользователей, все они живут в Ванкувере или окрестностях. Первый вопрос, который исследователи пытались прояснить, зачем те, кто используют криптовалюты, их используют? И здесь были разные точки зрения. Например, один из участников сказал, что считает биткоин своим пенсионным планом, но в то же время в следующем буквально предложении сказал, что I don't necessarily see it as a store of value, что для меня несколько удивительно, если это персональный пенсионный план, то как раз же он и нужен для того, чтобы сохранять value. Другой человек описал то, что он делает с криптоэссетами, с криптовалютами, как холдинг, он держит, по его словам, биткоин, эфириум и так далее. Кто-то покупает за криптовалюты какие-то даже товары, кто-то купил билет на криптоконференцию, кто-то купил драгоценные металлы. Никто не признался в том, что он покупает что-то нелегальное, хотя один из опрошенных признался, что его познакомил с криптовалютой его друг, который когда-то был наркоторговцем. Несколько человек упомянули, что видит криптовалюта как альтернативу банкам, и банки как-то упали в их глазах, и после этого они переключили свое внимание на криптовалюты. Один из участников 21-летний студент сказал, что им очень важно учиться, и что в настоящий период моей жизни, как он говорит, важно, обучение это очень важно, поэтому мое любопытство и желание учиться меня ведет к этому. В свою очередь, какие причины есть у тех, кто не пользуется криптовалютами, собственно, ими не пользуются? Тут надо отметить, что исследователи опрашивали не тех, кто про криптовалюты вообще не знает, не интересуется и так далее, а тех, кто про них знает более или менее хорошо для человека, не вовлеченного профессионально в эту область, но принял сознательное решение в них не инвестировать, ими не пользоваться и так далее. Да, еще одна оговорка, которую я забыл сделать вначале, это то, что исследователи подчеркивают, что если... Ну, они, конечно, не первые, кто исследует мнение пользователей о криптовалютах, но предыдущие работы обычно были связаны именно с биткоином, они несколько расширили этот домен, эту область, включив помимо биткоина, то, что они обозначили более широким термином криптоэссеты, криптоэссетс, который включает в себя биткоин и другие криптовалюты, а также токены, а также, ну да, собственно, криптовалюты и токены, которые, возможно, используются как utility tokens для доступа к каким-то услугам. Итак, почему те, кто не использует криптовалюты, их не используют? Прямо много раз, два, три, четыре, пять, шесть участников из девяти вообще не пользователей сказали, что они ассоциируют криптовалюты с использованием в торговле наркотиками и прочими нелегальными активностями, говорят, что... Хотя нет, на самом деле они этого прямо не говорят, это я уже от себя додумываю, что, возможно, им кажется, что быть вовлеченным в эту тему и покупать криптовалюты может на них какой-то... представить их в нехорошем свете. Некоторые не пользователи криптовалют также верят в то, что биткоин уже достиг своего пика в смысле курса и уже нет смысла в него инвестировать, потому что он уже не будет стоить сильно дороже. Например, один из опрошенных говорит, что цена биткоина была уже 20 тысяч долларов и я уже не вижу большого простора для ее дальнейшего повышения. Также интересные взгляды на приватность, которую предоставляет биткоин у непользователей. И здесь надо сказать, что взгляды, с одной стороны, противоречивые, с другой стороны, они отражают противоречивую суть собственного вопроса. Один, например, из опрошенных говорит, что он не пользуется криптовалютами, потому что он бы, может быть, ими пользовался, если бы они предоставляли настоящую приватность и если бы правительство точно гарантированно не могло бы проследить, как он этими криптовалютами пользуется. А другой опрошенный в то же время говорит, что, по его мнению, биткоин предоставляет очень хорошую приватность и никто не может проследить, как он своими биткоинами пользуется. Ну, тут, конечно, первый человек ближе к правде, чем второй, но это, конечно, зависит от модели безопасности и от тех усилий, которые потенциальный не кто, кто хочет деанимизировать пользователя, готов потратить на то, чтобы это сделать. Конечно, многие упоминают и волатильность. Пять из девяти опрошенных говорят, что криптовалюты слишком волатильные, они поэтому не хотят с ними иметь дело. Вот один из опрошенных говорит, что это все потому, что нету регуляции. Если бы криптовалюты были зарегулированы, тогда бы они, возможно, не были бы такими волатильными. Ну и, конечно, всех крайне бесит и раздражает процесс верификации на биржах, и это занимает очень много времени, и люди нервничают в смысле того, что надо отдавать документы каким-то организациям. Один из опрошенных говорит, что он даже пытался приобрести биткоины в майнинге, то есть пытался заниматься, собственно, майнингом на своем компьютере, но быстро обнаружил, конечно, что обычные компьютеры майнить биткоины совершенно не могут, ну или могут, но в количествах, которые не оправдывают абсолютно никаких затрат. Следующий раздел посвящен тому, как пользователи хранят свои криптоактивы, если они у них есть, и, конечно, абсолютно все в тот или иной момент взаимодействовали с биржами. Упоминаются такие биржи, как Coinbase, Binance, Bittrex и QuadrigaCX. QuadrigaCX – это та самая биржа, основатель которой вроде как загадочно умер, и все деньги куда-то с нее пропали. Но здесь мне это не кажется совпадением, потому что, если я правильно помню, это биржа канадская, и поскольку исследование проводилось в Канаде, то логично, что канадцы пользуются канадской биржей. Здесь мне интересно, что только один из пользователей купил криптовалюту, в данном случае Ethereum, и сразу ее перевел с биржи на собственный кошелек, но остальные хранят свою криптовалюту на биржах. И там другой из опрошенных, который… Один из многих опрошенных, который так делает, говорит, что он большие суммы хранит на биржах. И, по его мнению, хранить такие суммы на своем кошельке – это все равно, что наличное хранить под матрасом. Мне это очень интересно, конечно, мне кажется, потому что на наш криптоанархический взгляд в этом как бы и есть смысл. That's the whole point, что у тебя есть твои деньги, ты их хранишь, хочешь под матрасом, хочешь в сейфе, хочешь где-нибудь еще, но ты их не хранишь в банке, потому что ты не доверяешь в банку. А у людей, смотрите, вот такое представление, что если у меня большая сумма, то я буду хранить это на бирже. Но, с другой стороны, у каких-то других пользователей, наоборот, перевернутые представления. То есть, они говорят, что они хранят деньги на бирже, потому что суммы относительно небольшие. Если бы они… Если эти суммы были бы большими, тогда они, может быть, подумают о том, чтобы делать это более безопасно. Те пользователи, которые пользуются своими собственными кошельками, называют такие кошельки, как Exodus, Perity, Metamask и Jax. Также несколько пользователей. Вот это меня удивило количество. Четыре пользователя сообщили о том, что используют бумажные кошельки. Мне казалось, что бумажные кошельки уже как-то вышли из моды, а вот смотри, что еще используют. А хардверные кошельки используют трое. Вот как раз с хардверными кошельками, мне кажется, это довольно неплохо. Я думал, будет меньше. Конечно, тут не идет речь никакой репрезентативности, но все равно, что хотя бы трое пользуются из каких-то 11 опрошенных, мне кажется, это уже неплохо. Также пользователи различают биткоины и... Прямо вот... Слово shitcoin попало в академическую статью. Различают биткоины и shitcoin, и это проявляется не у единственного участника, что они говорят, окей, биткоин я воспринимаю как свои сбережения, я храню это офлайн. А всякие токены, utility токены или shitcoin, которыми я торгую на бирже, ну, я их и храню, собственно, на бирже, потому что мне не очень-то и жалко было бы их потерять. Двое из опрошенных пользователей прямо говорят о том, что shitcoin'ами они торгуют только для того, чтобы получить побольше биткоинов. При пользовании своими кошельками пользователи, конечно, сталкиваются с большим количеством сложностей, и здесь главная сложность – это просто, ну, ментальная модель всего происходящего. Все-таки есть разные и криптографические понятия, приватные, публичные ключи, транзакции, комиссии, газ и так далее. И здесь, мне кажется, очень показателен комментарий одного из пользователей, который описывает свои злоключения с метамаском. Он или она говорит, вы должны ввести некоторый газ-амоунт в какой-то другой валюте, которая называется Gway. Никогда про нее не слышал. И потом еще он говорит, что рекомендованное значение не подходит, потому что недостаточно. То есть это вообще мне не приходило раньше в голову, что вот ты заходишь там в тот же метамаск, ты знаешь, что это как бы эфириум штука, и вот есть эфир, а потом, чтобы сделать транзакцию в эфире, ты должен заплатить за газ, и газ ты платишь в гигавеях. И тут тебе нужно еще построить эту ментальную модель, что окей, газ – это не эфиры, а вэй – это эфиры. Просто очень маленькая динаминация. А гигавей – это миллиард этих маленьких ВФ, и дальше ты платишь, соответственно, сколько это гигавей за единицу газа. То есть это такой многоступенчатый процесс, и я очень хорошо понимаю этого пользователя, почему ему это показалось сложным. И он не одинок в этом мнении. Другие опрошенные юзеры тоже говорят, что для них было сложно в этом освоиться, и они тратили иногда несколько дней для того, чтобы понять, как работает эфириум, например, понять, опять-таки, понять на уровне, чтобы просто транзакцию отправить. И они говорят, что это очень неинтуитивно. И, конечно, популярно непонимание криптографии, которая лежит в основе этих технологий. Опять-таки, понимание не в смысле, как оно внутри устроено, а вообще, что такое приватный ключ, публичный ключ. Например, один из участников сказал, что он владеет своим приватным ключом на Coinbase, который является кастодиальным кошельком, то есть, который на самом деле хранит приватные ключи. Следующий раздел, посвященный рискам. Риски тоже таким очень, мне кажется, показательным, академическим, аккуратным очень языком. Авторы пишут, что помимо рисков, которые описаны в литературе, такие как волатильность или отсутствие регулирования, наши участники также упоминали риски, которые, насколько нам известно, в литературе ранее не были описаны. Например, один из опрошенных непользователей сказал, что криптовалюты ассоциируются с черными рынками, и поэтому, если ты скажешь людям, что у тебя есть биткоин или другие криптовалюты, то люди могут подумать, что ты занимаешься какими-то нелегальными вещами. То есть, человек боится осуждения с точки зрения его социального круга. Но на что я уже от себя добавлю комментарий, что из этой ситуации есть очень простой вывод. Не нужно рассказывать людям, даже своему социальному кругу, что у вас есть биткоин и криптовалюты. Это лучшая, мне кажется, стратегия защиты, это просто держать язык за зубами и об этом особо не распространяться. Другой человек сказал, что он опасается физического насилия, и он говорит, что, цитата, кто-то может просто взять пушку и приставить к моей голове и сказать, отдавай мне приватный ключ. А когда у меня деньги в банке, то он же не пойдет ценой в банк и не прикажет банку отдать ему все мои деньги. И здесь, мне кажется, немножко странным, что эту категорию рисков авторы статьи записали в perceived risks, то есть риски, представляемые, но не реализующиеся. На самом деле это вполне себе реализуется, слава богу, не на большом каком-то масштабе, но особенно вот на пике хайпа в 2018 году были истории похищения людей и требования выкупов в криптовалюте тех людей, которые особенно любили похвастаться в социальных сетях, сколько они биткоинов заработали на трейдинге и больше таких вещах. Но здесь, мне кажется, опять-таки совет это, во-первых, поменьше об этом говорить, иметь какой-то сетап, типа мультисига и так далее. Но опять-таки понятно, что на любую проблему есть какое-то решение и на любой риск есть пути его уменьшения, но мне кажется интересным, что такой риск в головах у людей есть, по крайней мере, у кого-то. Еще один пользователь, из пользователей сказал, что его беспокоят вопросы наследства, что он говорит, тоже цитата, я думаю, что риск, который люди не достаточно о нем думают, это что произойдет, когда вы умрете. Как сделать так, чтобы тот, кому вы захотите завещать свою криптовалюту, мог действительно ее получить. Действительно, эта проблема есть, и на эту тему есть даже, по-моему, книга, есть вот юрист, женщина, которая этим занимается, и на конференциях она выступает часто, и у нее есть специальный такой шаблончик, который можно заполнить, чтобы каким-то образом сочетать, скажем так, права криптографического толка и права легального толка, чтобы криптовалюту можно было нормально унаследовать. То есть, это проблема, которая в какой-то степени решается, кто-то об этом уже подумал, но, видимо, недостаточно, чтобы у данного опрошенного снять эти опасения. Ну и очень такая строчка, которая просто вызвала во мне очень сильный отклик, это опасение еще одного опрошенного про то, что децентрализация может быть захвачена корпорациями. Он говорит, что, цитата, мы начинаем видеть, что Facebook говорит о своем стейблкоине, и Microsoft, и Google, и Amazon как бы могут тоже запустить блокчейн, так что мы потенциально можем потерять преимущество децентрализованных систем. И здесь прямо это очень со мной срезонировало, потому что я сейчас читаю книгу, которую всем горячо могу рекомендовать. Она называется The Master's Witch, и автора зовут Team Wu. Она рассказывает историю информационных сетей, которые все шли по одному и тому же сценарию. Их развитие шло по одному и тому же сценарию. Вначале они возникали как некая децентрализованная технология сообщества энтузиастов, которые у себя в гаражах что-то строят, и у которых есть очень идеалистические представления о том, что сейчас мы соединим весь мир, и люди будут жить в дружбе, согласии и так далее. Но потом приходят циничные корпорации и захватывают рынок, и объединяют все под флагом экономики, масштаба и предоставления лучшего сервиса, и все становится централизованно и подконтрольно какой-нибудь одной или небольшому количеству корпораций. И как это показывается на исторических примерах, это произошло с телефоном, это произошло с радио, и это произошло с производством фильмов. Все это рассказывается на американском, разумеется, материале. Крайне рекомендуем. Мне кажется, это вот именно те вопросы, которые нам в нашем блокчейн-сообществе предстоит решить. И ключевой, на самом деле, вопрос. Вот эти наши блокчейн-системы, они пойдут по той же проторенной дорожке? Или все-таки у них какие-то есть другие качества, которые позволят им по этой дорожке не пойти и сохранить свои качества, ради которых мы их и любим? Возвращаясь к статье, также авторы спросили у опрошенных касательно того, теряли ли они криптовалюту. Многие из них теряли. Кто-то потерял криптовалюту, пытаясь купить или продать. Нет, пытаясь... Купив криптовалюту в банкомате и отправив ее на кошелек, которому он потерял ключ. У кого-то закрылась биржа, и он там потерял что-то вроде 100 лайткоинов. Одна история просто очень такая трагикомическая, что человек показывал, как выглядит скам, и показывал фальшивую страницу MyEtherWallet и, значит, кому-то объяснял своему другу, что туда заходить не нужно. Потом на следующий день он открыл браузер, и эта страница у него открылась, и он даже ввел свой кошелек. Вот, то есть это нужно было еще как бы догадаться. Ну, конечно, не позавидуешь, но в очередной раз показывает, насколько у нас все тут сложно и неинтуитивно, и даже если ты сам понимаешь, что бывают скамы и бывают фишинговые сайты, и ты даже его показывал, и тут же ты сам на него и попал. Ну, и вопрос о том, как пользователи менеджат свои риски. Собственно, что можно делать с рисками? Можно пытаться их избежать, уменьшить или принять? Конечно, всех интересует волатильность. Здесь есть разные точки зрения на это. Например, один из запрошенных, наоборот, волатильность даже приветствует и говорит, что это именно то качество, которое позволяет заработать много денег на трейдинге. Некоторые пользователи сообщали о том, что они проводят диверсификацию своего портфеля, и вместо того, чтобы инвестировать в одну криптовалюту, инвестируют в несколько криптовалют. Но тут, конечно, мне кажется, эта стратегия не очень работает, по моему мнению, потому что, по крайней мере, пока рынок устроен так, что все очень сильно скоррелировано. Уж не знаю, там я не проводил технический анализ, я не знаю, как скрелированность криптовалют меняется с течением времени, но это не такая диверсификация, как если бы в традиционном портфеле купить акции, я не знаю, Apple, купить акции, не знаю, нефтяной компании, какие-нибудь government bonds или еще что-нибудь такое. Что меня порадовало, это то, что, говоря о рисках, многие пользователи считают и знают, и подчеркивают, что очень важно владеть своим приватным ключом. И прямо вот эта мантра Андреаса Антонополуса «Not your keys, not your coins» она, как видно, проникла в головы довольно большого количества людей. Прямо один из них таким прямым текстом и говорит «If you don't have the private key, it's not yours». Так что хорошо, что люди это понимают. И, ну да, люди, которые держат криптовалюту на биржах, они это в большом, большую часть это тоже понимают, но просто принимают это как риск. Кто-то упоминал в смысле безопасного хранения даже подземные хранилища в Швейцарии, что это есть такая вот прямо ultimate solution, мега секьюрна, но, видимо, у них еще нет, у этих пользователей недостаточно еще вложений, чтобы реально инвестировать в такого рода серьезные меры. Ну, то есть, подводя итог, могу что сказать. Почитайте статью, она не техническая. Мне показался интересным сам подход, то есть, мне кажется, такого не хватает в нашей индустрии, не хватает взгляда со стороны пользователя и какого-то научного подхода к ответу на вопрос, а что, собственно, пользователи хотят, а как они на это смотрят. А если они не пользуются нашей прекрасной технологией, то почему? Они не видят в ней ценности или они видят в ней слишком большие риски или эта технология слишком сложна и нужно ее как-то проще объяснять. Вот, например, в заключении авторы, например, выдвигают такое предложение, что, например, может быть, можно в кошельках или в биржах делать какие-нибудь два режима или, не знаю, даже больше, три режима для новичков, для продвинутых пользователей и так далее. Для новичков показывать какой-то упрощенный интерфейс с меньшим количеством абстракций настроек и контроля, может быть, а экспертам показывают большее количество настроек. То есть, про это все можно думать, но для того, чтобы решать проблему, нужно понимать, в чем, собственно, пользователи видят проблемы. Ну и в конце, в качестве такой, знаете, юмористической нотки, мне показалось очень забавным, что в разделе, который говорит о том, сколько разных криптоактивов есть у опрошенных пользователей, в качестве максимального значения приводится 50. То есть, у кого-то там одна криптовалюта, у кого-то две, у кого-то четыре, а у кого-то 50 разных криптовалют. И мне стало интересно, я посмотрел в аппендикс, а в аппендиксе перечислены участники, ну, без имен, то есть имена заменены на коды, но про них известен возраст, пол, уровень образования, профессия, когда стал пользователем криптовалют и сколько криптовалют имеет. И вот тот человек, который имеет 50 разных криптоактивов, он этим занимается с 2014 года, при этом ему сейчас 19 лет, образование закончил школу, профессия блокчейн-эдвайзер. На этом на сегодня все, с вами был Сергей Тихамиров, подкаст «Базовый блок», и сегодня я разбирал и пересказывал и обсуждал некоторые статьи, да, в общем-то, большинство статей, которые представляют их авторы на этой неделе в Малайзии на конференции Financial Cryptography 2020. Ссылка на сайт будет в шоу-ноутах, там есть ссылки на все статьи, можете качать, печатать, загружать в читалки и читать то, что вас заинтересовало. Большое спасибо за внимание, спасибо большое нашим патронам. Заходите на patreon.com.basicblogradio, подписывайтесь, вы нам очень помогаете. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Мы называемся BasicBlogradio, мы есть в Твиттере, в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме и, конечно же, в RSS, и на Apple подкастах, и на всяких других подкаст-платформах. Ставьте нам оценки, лайки, шеры и ретвиты. В Телеграме у нас тоже есть канал, а также есть чат, BBChat, где можно обсуждать наши выпуски и другие темы, связанные с блокчейн-технологиями. До следующего выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok